Думаете, Рождество — это только человеческий праздник? Как бы не так! Рождество любят абсолютно все! И у каждого жителя в любом из миров даже есть своя версия Санты! Да-да, вы не ослышались, у русалок тоже есть свой праздничный герой! Правда, в отличие от нашего милого толстяка, подводная Санта — весьма обворожительная русалка! Только это Рождество запомнится ей надолго! Ведь один из подарков — впервые за сотню лет вернули обратно на фабрику! Каким-то образом в праздничной коробке оказался Джим! Неудивительно, почему от него отказались, ведь он был человеком! Как он туда попал — неизвестно! Но подводная Санта была добросердцем и не могла бросить парня совсем одного, как бы ни был против ее краб-отшельник! Она приняла решение усыновить парнишку! Джим не мог поверить своим глазам! Подводное Рождество выглядело просто потрясающе! У них даже подводная елка имелась! Руби очень хотелось, чтобы это Рождество прошло для Джима так, как никогда прежде! Вот только парень был совсем не рад! В письме Санте он написал, что хочет отменить Рождество! Многие годы этот праздник ассоциировался у Джима только с плохими эмоциями! Такое желание разбило сердце помощнику Санты! Но Руби не собиралась исполнять это желание! Ей очень хотелось доказать Джиму, что Рождество может быть настоящей сказкой! Нужно лишь немного терпения! Чтобы Джим лучше понял дух Рождества, ему стоило попробовать себя в роли работника фабрики! Ведь в течение всего года Санта и ее помощники наблюдают за детьми и готовят для них особые подарки! Хотя, пожалуй, больший сюрприз в этом году получил Медуза Ник и Русалка Кэсси! Да, из-за Джима возникла некоторая путаница! Чему очень хотелось настоящего Рождества! Но он продолжал старательно делать вид, что он уже слишком взрослый! И что ему нет дела до этого детского праздника! Правда, за детским праздником лежала не детская работа! Мешки с подарками, знаете ли, весьма тяжелые! И без волшебства эта работа была бы попросту невозможной! А еще она была бы невозможной без верных помощников! Так как Мисс Санта следила за своей фигурой, печеньем и молоком, которые оставляли дети, с большим удовольствием занимались именно они! И лучше всех с этим справлялся Крап-отшельник! Он уже несколько лет был работником года! Ведь без всякого труда мог слопать целую кучу лакомств! Хотя в этом году у него были проблемы, разумеется, из-за Джима, который не упускал возможности для очередного розыгрыша! Однако сухое молоко, которое использовал хулиган, даже сыграло на руку команде Мисс Санты! Да-да, след от него лишь сильнее укрепил веру подводных жителей в их существование! А чем больше была вера жителей, тем больше магии могли использовать Санта и ее работники! Уж кого-кого от Джима сложно было назвать хорошим мальчиком! Он всеми силами отрицал дух Рождества! Все, чего ему хотелось, так это портить настроение окружающим! Например, закидав всех снежками! Вот только то, что он принял за снег, на самом деле было рыбьим кормом! Да-да, эти хлопья сигнализировали о том, что на морском дне пришло время обеда! И Джиму придется еще многое узнать о том необычном мире, в котором он оказался! А еще, кажется, он понравился крабу! Мисс Санта решила показать Джиму одну морскую забаву! Под водой в канун Рождества все дети играют в кальмара! И нет, это не та игра в кальмара, о которой все говорят в последнее время! Никаких безумных конкурсов и красных костюмов! Под водой игра в кальмара – это милое развлечение, где участникам нужно прикрепить кальмару щупальца! И делать это надо с закрытыми глазами! Ага, это может показаться куда сложнее, чем на первый взгляд! Но зато это весело! Даже краб улыбается! Нелюбовь Джима к Рождеству очень тревожила мисс Санту! Ей было непонятно, почему кто-то может так сильно не любить этот праздник! Но зайдя на страничку Шалуна, она очень быстро поняла, в чем дело! Джим всегда был одинок, и у него не было настоящего Рождества! Более того, кажется, он уже и не хотел праздновать! С этим срочно нужно было что-то делать! Чем ближе было Рождество, тем более мрачным становился проказник! Мисс Санта была уверена, что еще не поздно изменить его мнение о празднике! Ему просто нужно побольше о нем узнать! Например, прокатиться с ветерком на санях! Ага, Джим, сразу улыбка на лице появилась! Другое дело! Видишь, Рождество — это весело! На секунду Джим даже начал понимать суть праздника! Каким бы злым он не пытался казаться! Увидев, сколько в этой семье детей, он понял, что они приготовили подарки не для всех! Ему хотелось как можно скорее это исправить! Ведь расстроенной малютки в праздник — это меньшее, чтобы ему хотелось видеть! Мисс Санта была счастлива увидеть шалопая таким! Впервые за долгое время он не думал о шалостях и был счастлив делать доброе дело! Однако времени было мало! Пока Джим барахтался в мешке, их чуть было не рассекретила маленькая рыбка, что проснулась от шума! Хорошо, что Мисс Санта была русалкой и с легкостью могла заворожить своей песней случайных свидетелей! Чтобы сохранить тайну своего существования! Ведь иногда сказка должна оставаться сказкой! В канун Рождества работа была особенно не в проворот! Подготовка подарков была не единственной обязанностью! Не обходилась и без праздничных угощений! Правда, в этом году стараниями Джима вкус у них несколько изменился! Поэтому не удивляйтесь, если вдруг ваше печенье по вкусу будет напоминать зубную пасту! Ну или вовсе вам не достанется ни крошки! Потому что помощник краб снова мог проголодаться! Удивительно, но этому парню абсолютно все равно, что он ест! Он голоден? Значит, он ест! Да, можете не переживать за его зубы! С тех пор, как Джим изменил рецепт печенья, его зубы стали здоровее некуда! Не удивлюсь, если теперь он сможет раскусывать крючки! Эй, не стоит этого проверять! Я пошутила! Каждый год, перед тем, как пробьет полночь с самого последнего дня, подводные жители по традиции смотрят праздничное поздравление самого главного русала и царя всех морей! А с недавних пор еще и президента Нептуна! Каждый год он рассказывает, как в новом году все будет хорошо! И что загрязнение океанов упало на один процент! Джиму тоже нужно было на это глянуть! Каждый год это было невероятное событие! Правда, в этот раз что-то, как назло, пошло не по плану! Быть может, потому, что краб случайно перекусил провод! Как-то безответственно давать крабам работу электриков! Хотя, надо отдать должное, светятся эти парни очень даже хорошо! В этом году популяция подводных жителей заметно выросла, что означало, что объемы работ увеличились в разы! Санта со своим помощником не успевали подготовить подарки! И весь праздник был под угрозой! К счастью, в этом году у них в команде был Джим! Который хоть и не любил Рождество, но теперь был готов его спасти! И совместными усилиями работа пошла быстрее! Ни одна ребенка не останется без подарков! В это Рождество! Но это было еще не все! Джим, который так хотел отмены Рождества, даже приготовил подарки для своей новой семьи! Вы только посмотрите, какой он счастливый! Настолько, что готов был делиться своим счастьем со всеми! Краб получил новенькую вилку, сделанную из крючка, которую Джим срезал с лески уснувшего рыбака! А для своей мачехи он приготовил нечто особенное! Думаете, он собирался подарить ей ноги? Нет, это была очередная шутка! Своей новой маме он подарил главное украшение для елки! Красивую золотую звезду! И Санта не забыла про Джима! Впервые за многие годы его ждал самый настоящий подарок! Ему не терпелось узнать, что в нем! Но подарок ему было не суждено открыть! Ведь все это ему приснилось! Или же нет? Что за тайное послание? Неужели это был вовсе не сон? И это Рождество он проведет не один! МИ давно нравился Джим! Но эта блондинка была не единственной, кому он нравился! Тихо издалека за красавцем Джимом наблюдала еще одна пара глаз! Бац! И вот она уже вырезает для него печенье! С помощью законов физики и своих очков! В надежде, что сердечко из печенья поможет ему обратить на нее внимание! Она была готова на все ради него! Да, сердечко, которое Кэролин вырезала, действительно помогло ей и завоевало внимание Джима! Сердце Мии обливалось кровью! Еще вчера ее возлюбленный был с ней, а сегодня появилась эта выскочка! Они были такие милые, что даже мерзко на них смотреть! Но и не замечать их было невозможно, чего нельзя было сказать о красном, который был тайно влюблен в Мию! Он влюбился в нее, лишь заметив среди участников, но все никак не решался к ней подойти! Она оказалась такой гордой и неприступной, одним словом, очень эффектная девушка, которая кого угодно могла свалить на повал! Хотя пока сердце девушки было занято Джимом, и ни на кого другого она не собиралась смотреть! Разве что на Кэролин, конкурентку, которая появилась так не кстати! Красавице хотелось указать выскочке ее места, и она ступила на тропу войны! Вот только все шло не по плану, и в липкую ловушку Мии попало не лицо Кэролин, а рука Джима! Но даже в такой сложной ситуации нашлось место для романтики! Мия, сама того не подозревая, устроила Джиму и Кэролин первый поцелуй! Ну и гадость! Еще и этот красный всюду за ней следовал! Какой-то он странный! Мия все никак не могла понять, чего он от нее хочет! Любовь любовью, но все же в первую очередь ребята были участниками игр! А значит, от испытаний некуда было деваться! В глубине души Мия ликовала, когда Кэролин чуть не провалила задание с куклой! Однако Джим не дал ей проиграть! Более того, он превратил неловкую ситуацию в страстный танец! Признаться, даже кукла не смогла устоять перед харизмой парня! А мы продолжаем! Как раз успели на перетягивание каната! Кто бы мог подумать, что такой конкурс можно испортить! Но у Кэролин с Джимом так и вышло! Мия уже начинает надоедать! Этот конфет на букетный период! Пришло время хорошенько их встряхнуть! Похоже на игре в кальмарах! Нашелся ковбой! Это должно сбить розовые очки с этой парочки! Мия была довольна собой, но вкус победы испортил красный, который снова что-то пытался ей сказать! Но девушка совершенно не понимала пантомимы! Ясно было одно! Ей нужно отвлечь внимание Джима от Кэролин! И игра в шарики была отличной возможностью! Мия поддавалась Джиму, в надежде, что он заметит этот жест! Но юноша оказался не особо внимательным! Он даже подсказок Кэролин не заметил! Тогда красотка попробовала повторить трюк, вновь положив шарики в ту же руку! Ну и в этот раз Джим ошибся! Мия была на него невероятно зла! Впрочем, как и Кэролин! Но прежде чем выяснять отношения с парнем, им обеим предстояло выяснить отношения между друг другом! Кэролин была настроена очень решительно! Она долго вычисляла, в какой руке шарики! Но в какой-то момент совершила просчет и ошиблась! Проиграв Мии без шансов! Победа конкурентки пасила смуту в идеальное отношение парочки! Пожалуй, лучшего расклада и желать было нельзя! Да и красный перестал ее преследовать! Интересно, куда он пропал? Что ж, у Мии появилась редкая возможность побыть без присмотра! А это значит, это отличная возможность для очередного коварного плана! Главное не забыть о маскировке! Интересно, куда же запропастилась сладкая парочка? Как бы Мия старательно не искала, она нигде их не могла найти! Зато встретила красного, который, как обычно, вел себя странно! При виде сладкой парочки у Мии отпадало всякое желание участвовать в испытаниях! Я люблю тебя! Вместе мы справимся! От этих фраз хотелось стошнить радугой! Ну и, конечно же, танцы! Куда без них? Как же Мии хотелось, чтобы это все скорее закончилось! Но чем больше она злилась, тем больше ошибок совершала! Тайный поклонник Мии совершенно не мог работать! Он очень сильно переживал из-за того, что им не суждено быть вместе! Но, к счастью, рядом с ним были друзья, готовые помочь в трудную минуту! Поклоннику явно не хватало уверенности в себе! А значит, прежде чем действовать, нужно было хорошенько подготовиться! И все было бы прекрасно, если бы не появилась Мия, которая не совсем поняла, что происходит! Да и какое ей было дело до этого красного, если изо дня в день приходилось смотреть на эту сладкую парочку! Мия еще никогда не чувствовала себя такой одинокой! Эти двое не замечали никого, кроме друг друга! Мии очень хотелось порадовать чем-то Джима, но оказалось, что он против вкусняшек и вообще за здоровый образ жизни! Разумеется, Джим знал все правила и, конечно, хотел произвести на Руби впечатление! Он был так уверен в себе, что даже немного пугал ее! Но он был настроен решительно, к тому же он знал, как проходить конкурсы! Его уверенность не могла не произвести впечатление, однако он уж слишком старался! Настолько сильно, что это сыграло против него! Упс! Не будь он сыном смотрительницы, давно бы вылетел с игр! Но победа в играх его интересовала меньше всего, в отличие от участников! О нет! Единственная, кем грезил Джим, была Руби! Он был готов на подвиг ради нее! По крайней мере, ему приснилось, что подвиг – то, что нужно для того, чтобы покорить ее сердце! Поэтому сразу же, как проснулся, он кинулся творить подвиг! Джим приготовил для Руби невероятный романтический сюрприз! Но и это было еще не все! Проявив свой творческий талант, он выложил для возлюбленной сердце с помощью красных! Достаточно эффектно, но он явно слишком забегал вперед! Руби не могла согласиться на такую авантюру, поэтому вежливо отказалась! Джим, ты сильно спешишь! Прежде чем хвястся кому-то в любви, нужно получше узнать друг друга! Вот, в сравнению, возьми пример с красных! Они уже давно были вместе! Как и положено сыну-смотрительнице, у Джима условия существования на играх были куда лучше, чем у других участников! Помимо личной игровой приставки, встроенной ему в кровать, Джиму был открыт доступ к самому разнообразному сервису, который могли предложить красные! Ему, конечно же, хотелось поделиться своими привилегиями с Руби! Правда, интересы Ромео она явно не разделяла! Комиксы не входили в ее увлечения! Джима, однако, это не останавливало! Он считал, что у нее просто нету любимого супергероя! Кто, кроме романтичного паучка, мог подойти лучше? Но не стоит забывать, что некоторые люди не сильно любят паукообразных! Джим был расстроен, но старался не подавать виду! Он уже без какого-либо энтузиазма играл в игру, нехотя следуя правилам игр! Но в момент, когда Руби грозила опасность, он ее спас! Правда, сделав это, наш герой рассчитывал на поцелуй! Но в тот день единственный поцелуй, который ему светил, был поцелуй с куклой! Да, этой милашке очень нравился Джим! Джим подумал, что было бы неплохо спросить совета у мамы! Но не обнаружив ее на месте, мигом забыл о том, зачем пришел! Ведь у него появилась возможность побыть на месте своей мамули! Стать смотрителем была его самая большая мечта! Наконец, у него появилась реальная возможность почувствовать, каково это владеть такой мощью! Быть великим смотрителем игры в кальмара! Конечно, оказалось, что у этой должности были свои минусы! Но все они были такой мелочью! По сравнению с властью на целой армии красных! Которые были готовы исполнить любой приказ! Справедливости ради, там где большая сила, там большая ответственность! И Джиму было еще рано брать такую ношу! Прежде чем заставлять красных выполнять глупые приказы, сперва нужно очень многому научиться! Ну а потом, да, можно и дурацкие танцы заставлять плясать! Печенье-конкурс, который стал настоящим символом игр! Джим решил немного изменить его, причем не для себя, а для Руби! Ему показалось, что с панкейками будет куда проще справиться! Вот только он не учел, что они вышли слишком уж аппетитными! Она не смогла устоять перед таким макомством, и в конечном итоге с креском провалила бы задание! Если бы не вмешался Джим, кто знает, как могло все сложиться! Порой, пытаясь кому-то помочь, не забывай, что можешь сделать кому-то только хуже! Ух ты! Похоже, между этими двумя проскочила искра! Наш герой сделал первый шаг к сердцу Руби, и ему не хотелось на этом останавливаться! Уже на следующем конкурсе он готовился признаться возлюбленной в своих чувствах! План был прост, Руби не угадывает и видит сердечко! Вот только у нее прекрасно получалось отгадывать! Настолько хорошо, что когда Джим не прятал шарики, героиня их все равно находила! Все шло не так, как планировал Ромео! Совсем не так! Казалось, что судьба сегодня отвернулась от него! Неудачи не пугали Джима! Даже наоборот, скорее мотивировали его к действию! Правда, действия он предпринимал весьма странные! Они скорее пугали Руби, нежели помогали полюбить нашего героя! Парни ведут себя так странно, когда влюблены! Джим, тебе стоит немного успокоиться! Потому что ты явно делаешь что-то не так! Настойчивость Ромео вызывала у Руби только одно желание – бежать! Конечно, он был не самым странным на играх, но его навязчивость реально пугала Руби! Даже в вентиляции он не давал ей покоя! Но самое странное было не то, что он везде ходил за ней по пятам, А то как он появлялся, будто бы из воздуха! Руби могла поклясться, что еще минуту назад она была одна в вентиляции! Хорошо, что романтический ужин, который Джим притащил с собой, оказался для него преградой! Предсказуемо к финалу дошли Джим и Руби! Не стоит волноваться за других игроков! Им всего лишь не достался праздничный ужин, который, надо признать, мог бы стать романтическим! Не появись на нем мама Джима! Которая проявляла по отношению к сыну слишком много заботы! Она так гордилась, что он дошел до финала! Правда, нашего Ромео это ставило в очень неловкое положение! Он долго терпел, но в итоге сорвался! И сам того не желая, начал настоящий бой! Впервые за все время Джим и Руби по-настоящему веселились вместе! Кто бы мог подумать, что швыряться едой может быть так весело! Только взгляните на этих двоих! Похоже, что они по-настоящему счастливы! Но времени у них оставалось очень мало! Впереди был финал, и победителем мог стать только один из них! Ни Джим, ни Руби уже не думали ни о чем, кроме победы! Началась настоящая борьба! И казалось, о любви можно было забыть! Но в последний момент произошло что-то необычное! Что изменило игру! Быть злодеем весело! Ну а суперзлодеем весело вдвойне! Кто как ненастоящий суперзлодей сможет заставить супергероев проходить разные испытания? Например, посмотреть, кто круче, спайдер-бой или кэт-герл? Я вот, например, всегда ставлю на спайдер-боя, потому что этот парень весьма смышленый, совсем как я! Однако, в отличие от меня, он не такой внимательный! Ведь тогда заметил бы, как кэт-герл ворует его шарики! Когда играешь с лучшей в мире воровкой, не стоит забывать о бдительности! Я всегда мечтала о фото со спайдер-боем! Да, когда я был моложе, я был его фанатом! Но теперь я стал суперзлодеем, и мне нужно думать о репутации! Думаю, фото, где я побеждаю паучка, многоприятно повлияет на мою карьеру! Но вот вам совет на будущее! Если хотите, чтобы что-то было хорошо, не доверяйте дело красным! Скорее всего, они все испортят! Вот бы раздобыть того репортера, который фоткает паучка! Спросите, в чем секрет моей успешности? Что ж, я лично занимаюсь обучением сотрудников! Например, развиваю их внимательность! Вот вы заметили, в каком стакане паучок? Напишите в комментариях! Да, лучше не спрашивайте, как я его уменьшу! Папе лучше не знать, что я брал его уменьшающий луч! Супергерои всегда стараются помогать людям! Это мне в них нравится! К примеру, однажды Спайдер Бой решил помочь одному из красных с его неразделенной любовью! По плану паучка, его коронного приема было бы достаточно! Ох уж это романтическое свидание на паутине! Но помогать людям скучно! Хорошо, что я пригласил на игры Рэд Пула! Этот парень знает толк в розыгрышах и может разбавить любую ситуацию! Ну и дать ответ на вопрос, боятся ли пауки-чекотки! Не волнуйтесь, у парочки красных все хорошо! Некоторые состязания для супергероев были проще простого! Спайдер Бой с его хваленым чутьем не составило труда пройти пол с ловушками! Впрочем, Супер Бой даже усложнение задачи не помешало! Ведь он умел летать! Супергерои очень быстро мне надоели! Как-то все слишком хорошо у них получалось! Кофемашина сегодня явно не в духе! Чем Ник крайне недоволен! Что? Колотить технику – это так по-человечески! Точно так же, как и любому живому организму, технике нужны теплые слова и дружелюбные отношения! Слова поддержки помогли вернуть кофемашину в строй! Видишь, Ник, грубой силой кофе с густой пенкой не сделать! Не будем забывать и об Айви, которая все еще хотела устранить конкурентку! Если кукла не сможет проводить игру, то, скорее всего, ее уволят! План Айви был прост. Однако она совершенно не учла того, что кукла явно не из тех, кто сдается. Быть может, ее появление на стуле позабавило участников. Но вскоре их улыбки исчезнут с лиц, так как, учитывая обстоятельства, правила зеленого и красного немного изменились. Теперь участникам предстояло пройти дистанцию привязанными к стульям. Ник грезил своей любовью к кукле. Но грез было недостаточно. Нужны были действия. Именно поэтому Ник задумался над еще одним сюрпризом. На этот раз он подготовил нечто грандиозное. Даже подкупил красных для этого. А все ради того, чтобы устроить просмотр романтической комедии. Это был весьма неплохой план. Однако Ник слишком спешил. Ему было бы неплохо набраться терпения. Ведь кукла не была против романтики. Просто для объятий не пришло время. Любовь – прекрасное чувство. Но где есть любовь, там поблизости и ревность. Ник только что познакомился с ней, увидев фото-трансформера в комнате куклы. Недолго думая, он решил разобраться с конкурентом. Правда, хоть конкуренции не было, игрушка все равно смогла разобраться с Ником. Да, Ник, ты меня позабавил. Для того, чтобы проводить время вместе, нужно иметь достаточной энергии. И если зарядиться человеку помогает кофе, то вот с роботами дела обстоят иначе. Кукле срочно нужно было подзарядиться, и ради нее Ник был готов пойти на что угодно. Даже позаимствовать фавербанку Айви. Чего только не сделаешь. Ради любви. Наконец-то проблемы с зарядом будут решены. Хоть Айви и разозлилась. Пришлось мне заменить участников. Как оказалось, за обычными людьми смотреть куда интереснее. Особенно, когда среди участников только одна девушка. Она стала для парней настоящим испытанием. Очень сложно сосредоточиться на играх, когда не можешь отвести взгляда от Айви. Правда, теперь придется создать скульптуру охранника. Даже когда парни не были в компании очаровательные участницы, они всячески строили поздние друг другу. Гляньте только на этих двоих. Один из моих любимых пранков. Привязать шнурки качка к красному, а потом разбудить его. Вот это умора! Кевин был таким огромным, что даже не заметил, как протащил за собой красного целый день. Впрочем, Айви пользовалась популярностью не только у участников. Красные то и дело приставали к ней со всякими глупыми просьбами, вроде зашить костюм или приготовить ужин. Для многих красных она стала второй мамой. Они ее просто обожали. Ей можно было только позавидовать, ведь все хотели добиться ее внимания. Это игроки могут позволить себе терять голову, а смотритель должен быть внимателен. Я заметил, что парни перепутали букеты. А вы заметили? Давайте посмотрим в комментариях, кто такой же внимательный, как и я. Знаете, кто забавлял меня больше всего? Вот этот парень, Том. Он был очень умным, но при этом невероятно рассеянным. Он создал сыворотку любви, но вот скрытность была не его коньком. Возможно, его план бы сработал, придумывая он сыворотку невидимости. Однако ее придумал я! Только что! Вот почему я смотритель. Ну а Том... Да, то свидание он запомнит надолго. Айви тогда ему подыграла, Том даже надеялся на поцелуй, и он его получил. Правда, вместо Айви целовать пришлось скелет крысы. А вот любовная сыворотка сработала на одного из красных. Говорят, он вместе с любимым папиным цветком сбежали в тот же день с игр. И вроде как счастливо живут на побережье. Когда на играх сломалось отопление, участники всеми силами пытались согреть Айви. Том хотел развести костер. Это было круто. Я же говорю, этот парень вений. Жаль, только тепла от костра было недостаточно, чтобы согреть Айви. Кевин же решил пойти гораздо дальше. Этот парень был не слишком умен. А когда ты глуповат, для тебя нет ничего невозможного. Кевин притянул солнце поближе к земле, совершенно не думая о последствиях. Айви было очень жарко. Впрочем, как и всем, ведь климат сильно изменился. Но после этого случая мне пришлось их выгнать с игр. Возвращать солнце на место влетело в копеечку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...